Талантливое детство. Конкурс среди детей работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России. Чувашию на нем представляли братья Фаизовы из Козловки. Мальчики изучают биологию, историю, знают мифы Древней Руси. Тему продолжит Мария Шоклева. Про таких ребят говорят, ходячие энциклопедии, знайки, они лучше всех. И этому есть доказательства. Аделер Адель Фаизовы стали участниками шоу Первого канала. Близнецы отвечали без подготовки на 100 вопросов телезрителей. В эфир, правда, поместились не все. Почему человек икает? Икота – это так называемый блуждающий нерв. Ну, наш желудок забит едой. Он честно прилегает к пищеводу. И этот нерв он зажимает. И нерв начинает пульсировать самостоятельно, чтобы сбросить с себя пищу. Вот эта икота – это и есть резкая пульсация нашего нерва. Очки для юных ученых изготовили специально для съемки. Теперь они хранятся дома, рядом с очками-микроскопами. Последние помогают изучать муравьев, жуков, крабов, мокрит, стараканов. Живности в доме близнецов всегда много. Здесь у меня живут креветки и черри. Их так называют из окрасов. Это мох, они очень его любят. У них там и детский сад, и роддом, и где полинять, и где попратиться просто. С рыбами нежелательно, но у меня их мало, они не конфликтуют. Извини, перебью, а зачем тебе все это надо? Интересно. Как бы интересно наблюдать за своим собственным прудом. А еще ночью очень все выходят искать еду, ставишь фонарик, который я купил, и просто красиво. Вот так на практике информация и запоминается. Но есть еще один секрет. У мальчиков нет смартфонов. Они не пользуются социальными сетями и не играют в игры. Бывало такое, что приходили со школы, были такие моменты, и говорили, что мам, вот там дети говорят про различные игры, а мы даже в этом ничего не понимаем. Но я им просто объяснила, что человек должен быть богатым внутренним миром. От того, что ты не знаешь, как эта игра называется, или какого-то персонажа в этой игре, ничего не изменится в жизни. А то, что если ты для себя познаешь много чего интересного, и оно тебе в дальнейшем пригодится в твоей учебе, в твоей дальнейшей жизни, это намного ценно. О своих увлечениях, в перечень которых входит и нумизматика, близнецы готовы рассказывать часами. Взрослые признаются, порой думаешь, какой задать вопрос, чтобы ответ покороче был. А в школе после общения с близнецами родилась примета. Если кто-то из друзей отгадает их правильно, кто из кто, Адель или Радель. Угадал точно пять или там что-то еще, если не угадал, жгибиды. Адель, да? Да. Моя, правильно. Мы угадали, и съемка прошла хорошо. И клубнику на обзорной площадке «Птичий полет» нашли, и идеи нового шоу с Аделем и Раделем для национального телевидения «Чувашие» придумали. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.